Сегодня утром в полдесятого в Арамиле под Екатеринбургом, в одноэтажном кирпичном пристрое к жилой двухэтажке на улице Ленина, в квартире, где проживает многодетное семейство, случился страшный пожар, в результате которого родители и трехлетний малыш попали в больницы. Ребенка с ожогами головы рук и ног срочно на реанимобиле доставили в Екатеринбург, в девятую детскую больницу. По дороге малыша, состояние которого медики оценивают как стабильно тяжелое, подключали к аппарату ИБЛ. Первоначально предполагалось, что в трехкомнатной квартире при розжиге газового котла произошел хлопок, после чего пламя охватило всю квартиру, но позже версию о взрыве газа опровергли. И приоритетной стало совсем уж диковинное предположение о том, что трехлетний малыш поджег игрушки, пока родители спали. Такого же мнения придерживается и отец семейства Дмитрий, который, согласно официальной версии, пострадал лицом, но почему-то забинтованной у него оказалась правая рука. Придумал себе, поджег там что-то. Маленький? Маленький. После обеда положили всех спать. Все уснули. Ну, он вроде тоже уснул. Но, видимо, проснулся раньше всех. Соседка Погорельцев Анастасия сообщила порталу Е1 о том, что в семье четверо детей. В больницу после пожара увезли самого младшего малыша и папу с мамой. Женщина услышала детские крики, выглянула в окно. У соседей в квартире уже вовсю полыхало. И дети орали, уже все полыхало. Я выбежала, успела выбежать, и они уже все на мунице были. Сгорело окно. Что там конкретно случилось, я не знаю. Но 100% не газ. Не газ? 100%. Нет, окно горело. Специалисты газовой службы побывали в сгоревшей квартире на Ленина. Проверили котел, шланг и плиту. И констатировали, что все газовое оборудование в порядке. Очаг воспламенения был обнаружен рядом с холодильником, где, предположительно, играл малыш. Руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых тоже подтвердил, что силовики не рассматривают версию о взрыве газа в жилом доме. Зато подозрения о том, что ребенок, проснувшись, мог поджечь игрушки, сыщики намерены перепроверить. Тем более, что отец малыша не скрывает, что за младшим сынишкой подобные шалости и прежде водились. По предварительной версии, мать малыша, как и ребенок, получила ожоги второй степени и тоже надышалась угарного газа. К счастью, в огне и дыму никто не погиб.